Он говорит, ты когда встаешь или сидишь, ногами передвигаешь, чтобы кровь пульсировала, тогда фантомов меньше и ноги не затекают. Эти рекомендации инвалид Иван Рожнов вычитал в интернете. 22-летний парень учится заново ходить. Здесь вот с колитки стал выходить, протест потерял. Заткнулся там, что-то протест потерял и все. И губь не бил себе. Нормально. Молодой человек лишился обеих ног, когда убегал от полицейских. Вернее, от того, как они в Казахстане порой понимают свой долг и трактуют правопорядок. Это конец. Я разбил бутылку, которую нашел по дороге, скрыл вены, написал, как кровь стекала по руке, получается, и кровью написал, и там сел. Прямо там же, где написал. Что написал? Я его не брал. Я просто написал, я его не брал. Его – это про ноутбук стоимостью 400 долларов. Школьного лаборанта Ивана Рожнова обвинили в краже компьютера. Свою вину Иван полностью отрицал. Но североказахстанские силовики знают способы, как выудить царицу всех доказательств признанием. В довесок Ивану по-хорошему предлагали взять на себя ограбление склада в соседнем селе. Как пассивный вклад в статистику раскрываемости. Тем более, они его как допрашивали без протокола. И почему привезли они, когда его в РВД туда, они ему не предъявили ни адвоката, ни прокурора, никого. Вот доставили, как говорить, вот скажи и все. Как бы вот сознайся, что тебе уже все равно. Если они в школе себе позволяли такой беспредел, они бы обратно увезли меня в свой отдел или как вот это. А в школе они позволяли себе какой беспредел? Ну, началось с вопросов избиения, тершинная речь, нецензурное оскорбление, унижение и прочее. В 40-градусный январский мороз Иван бежал в китайских кроссовках. Больше двух суток скитался по полям, отогревался в мерзлых стогах сена. Нашли его случайно, отвезли в больницу. Ноги пришлось ампутировать. В итоге Ивана признали пострадавшим, а оперативники получили по пять с половиной лет колонии. Сейчас те, кто выбивал из него показания, пытаются обжаловать решение суда. Нами неоднократно об этом заявлялось и в суде апелляционной инстанции. Противоположная сторона, поскольку это были неугодные ей свидетели, поэтому предпринимались все попытки избавиться от этих свидетелей. Вот таким образом и произошло, так скажем, рассекречивание данных свидетелей. Большинство свидетелей – это сотрудники школы и односельчане Ивана. Сегодня кто-то парня поддерживает, другие стараются не вмешиваться. Лишние проблемы никому не нужны. Вы слышали об этом? Слава Богу, не слышал и не хочу даже попадать туда. Иначе останется без реберок. Верите в правосудие? Нет. Бывает, у меня несколько было случаев с моими родственниками, когда это так получилось, что, во-первых, не доказали ничего, и, во-вторых, парень погиб. С момента этой драматичной истории прошло уже больше года. Жизнь идет своим чередом. Хозяйство, огород, в семье пятеро детей. Иван самый младший. Его жизненное пространство сузилось до размеров этого маленького деревенского дома. Но Иван, как прежде, ходит в ту самую школу. Другой работы в его родной Ясновке нет. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Северный Казахстан.